Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Что делать, если родители запрещают поститься? Все, что связано с родителями, надо понимать. Во-первых, запрет родителей может быть по какому поводу. Человек больной, ему запрещают принимать какую-либо пищу или не принимать какую-либо пищу. Но сам вопрос сформирован, вот здесь две составляющих вопроса. Во-первых, состояние, должен ли я слушаться родителей? И второе. Понятие пости у человека очень узкое. По всей вероятности, он имеет в виду состояние диетическое. Вот как бы диетическую часть этого процесса мы здесь рассматриваем. И есть такие люди, которые не любят мясо и с радостью ждут поста. Ох, наконец-то я мясо не буду есть. А тут родители заставляют есть мясо, потому что говорят, у тебя там диабет или еще какие-то мероприятия. И я не буду слушаться родителей. Ну, пожалуйста, может не слушаться родителей, но ты просто помрешь. Вот это непослушание своего. С другой стороны, пост не ограничивается же только диетой. Если родители не разрешают ходить голодным и заставляют кушать мясо, то родители не могут заставить тебя не сидеть целый день в компьютере, или не смотреть телевизор, или не получать удовольствие от каких-то игрушек. Пост — это ограничение себя в каких-то радостях, которые сегодня, что тебе сегодня доставляет удовольствие. Вот тебе доставляет удовольствие путешествия по соцсетям. Пожалуйста, ты можешь прекрасно попаститься. Вот наступил пост, и ты можешь закрыть свои сети, немножко отдохнуть от них и дать отдохнуть от себя людям. Ты можешь не играть в игрушки и не тратить драгоценное время на всякие глупости. Можешь? Можешь. Да, очень много. Ну, вот смотрите, замечательно написано у пророка Исаии. Просто прекрасно. Надо на стенку повесить. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных введи в дом твой. Тогда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Вот смотрите, сколько добрых дел можно сделать в пост, и никакого слова не было о мясе или еще о какой-нибудь диете. О хлебе был, да. Ну, я думаю, что хлеб, это имеется в виду все. И если есть возможность поделиться с ближним своим, оказать ему какую-то милость. И если вчера я был более черст, то сегодня я должен быть более мягок. Если иногда надо просто послушать ближнего своего, который нуждается в том, чтобы душу свою излить, и в этом заключается в пост. Пост — это создать себе напряжение, которого вчера не было. Напряжение это создается отсутствием удовольствий, а не отсутствием мяса в рационе человека. Поэтому слушайтесь своих родителей и находите другие формы поста. Можно побольше помолиться, можно побольше Евангелия почитать, чем вчера, можно не смотреть в телевизор, а можно просто взять на себя пост. Вот этим постом я никого не осуждаю, ни про кого не скажу, никакого плохого слова. Язык на замок, и все. Прекрасный пост. Так что запретить вам поститься не может никто. А то, что говорят родители, сказали кушать мясо. Ну, кушайте мясо, смиряйтесь. Когда сами станете родителем, посмотрим, как вы будете поступать в отношении своих детей. Но пока вас родители содержат, одевают, обувают, вы должны их слушаться. Помоги вам Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok